Всем привет! В этом ролике мы вяжем шапку Бенни с интересной макушкой. Вяжем на взрослого, обхват головы 55 см. Для шапок Бенни характерна удлиненная макушка. Вяжется шапка очень просто, справится и начинающая рукодельница. Ширина шапки 22 см, длина 25 см. Мы будем вязать из красивой пряжи длинного секционного окрашивания Gazal Pareo на 50 грамм 115 метров в составе хлопок и акрил. Мой цвет 104-28. В палитре пряжи представлены очень интересные оттенки. Пряжа нежная, на ощупь шелковистая. Изделия из нее выходят очень приятными к телу, отлично подходят для весеннего и летнего вязания. Производитель рекомендует спицы 4,5-5 мм. Шапка должна быть поплотнее, поэтому я буду вязать на спицах номер 4. Длина лески 40 см. На шапку нам понадобится 1,5 мотка. Оставляем длинный конец нити и самым обычным образом набираем нужное нам количество петель. Оно должно быть кратным 8. Я наберу 80 петель. Как рассчитать необходимое количество петель, которые надо набрать? Для этого из обхвата головы надо вычесть 15% и умножить полученное число на плотность. В 1 см у меня 1,7 петли. Я набираю 80 петель. Плюс 1 петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание. Коса наборного ряда вся должна смотреть в центр круга и нигде не перекручиваться. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю, возвращаем ее на левую спицу. Только ее и только один раз провязываем лицевой за заднюю стенку. Далее все петли в каждом ряду будем вязать за передние стенки. Все петли мы вяжем лицевыми в каждом ряду и всего нам надо провязать 20 см в высоту по прямой. То есть сейчас просто в каждом ряду все петли провязываем лицевыми за переднюю стенку. Я провязала 20 см. У меня вышло 52 ряда. Далее нам все петли надо разделить на 8 клиньев. У меня по 10 петель. И убавление мы будем делать в конце каждого клина. Провязываем 8 петель. 9 и 10 петлю провязываем вместе лицевой за передние стенки. Сделали первую убавку. Далее снова провязываем 8 петель. Девятую и 10 петлю провязываем вместе. Такие убавления делаем в конце каждого клина. То есть последние две петли провязываем вместе. 8 лицевых. Две последние петли вместе. Таким образом довязываем ряд до конца. Следующий ряд провязываем просто лицевыми петлями. То есть убавление мы делаем через ряд. Довязали ряд. Следующий ряд снова ряд с убавками. Теперь мы уже будем провязывать 7 петель. У нас на каждом из клиньев осталось по 9 петель. Вяжем 7 петель. Восьмую и девятую провязываем вместе. То есть снова делаем убавление в конце каждого клина. 7 лицевых. Восьмую и девятую провязываем вместе. Довязываем таким образом ряд до конца. Далее снова провяжем ряд лицевыми без убавлений. И снова будем делать ряд с убавлениями. В каждом из клиньев у меня осталось по 8 петель. Теперь уже будем вязать 6 лицевых. Две вместе. Затем снова провяжем ряд лицевыми без убавок. Затем ряд с убавками 5 лицевых. Две вместе. 4 лицевых. Две вместе. И так далее. Пока в каждом из клиньев не останется по 2 петли. На спицах у меня сейчас осталось 16 петель. Мы здесь нить отрезаем. Вставляем в иголку с широким ушком. И пропускаем через все наши петли. Переснимаем петли на иглу. Затягиваем. Уводим нить наизнанку. С изнаночной стороны закрепляю. Делаю небольшой узелок с одной стороны и с другой. И прячем хвостик. Уводя иглу по задним стенкам петель по диагонали в одну сторону и в противоположную. Конец нити наборного ряда мы прячем с изнаночной стороны. Точно так же уводя по диагонали по задним стенкам петель. В одну сторону и в другую. Наша шапка готова. Вот такая интересная макушка. Отправляем ее на ВТО. Стираю машинки на режиме ручной стирки. Сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.